Для должон Цингуевы выезд в Сербию стал первым международным стартом в карьере. Результатом довольно, но бронза далась ей непросто. В одной четвертой финала проиграла, и было тяжело бороться в утешительной встрече. Потом еще нужно было настраиваться за третье место. Это тоже ответственность. Либо проиграешь, либо выиграешь. Тренер спортсменки также остался доволен результатами подопечной. Проходили сборы в Москве. Мы там две недели сборы прошли. Провожал я ее. Дома через телефон, через интернет болели, поддерживали, переживали. Выступил достойно. Еще одна бронзовая медаль континентального первенства у Тамира Ешенемаева. Он не смог присутствовать на брифинге. Его тренер заявил, что конкуренция внутри сборной была очень высокой. Но спортсмен доказал, что достоин представлять страну. Когда проигрываешь, тяжело настраиваться за третье место. Это действительно так. Там за третье место либо с медалем, либо без медалей. Ответственность там уже двойнее. Ну, как тренер всегда рядом. Мотивировали, поддерживали спортсмена, чтобы он настроился. Взяли медаль. В Министерстве спорта отметили высокие результаты наших атлетов. Особенно хочется отметить достижение Должон Сангуевой, которое в двух возрастных группах с абсолютно небольшой разницей в несколько дней на двух первенствах Европы до 17 и до 20 лет. И там, и там завоевал бронзовые медали. И Тамир Ешенемаев, конечно, тоже показал высокий уровень борьбы после первенства России, где он стал чемпионом. Он подтвердил свой статус лидера сборной команды Российской Федерации. Отдыхать спортсменам некогда. На этой неделе они отправятся на сборы. Тамир в Кисловодск, а Должон в Москву. Валентина Цыбикова, Сергей Медведев. Новости дня.